Бог вертов! Мы начнем с вами изучение законов месяца АВ. С начала Рошходиша АВ. На этой неделе у нас будет разучение будет Рошходиша, чтобы мы знали, что можно делать и что нельзя. Говорит, Араха, мы знаем, что уже с Рошходиша свадьбы делать нельзя. До этого можно делать помолвки, можно делать шинихури, то, что у нас называется, но без музыки и без танцев. После Рошходиша, включая Рошходиш, уже и это запрещается. То есть свадьба запрещается. Сказали мудрецы, в эти дни нужно уменьшить радость. И так как это дни тяжелые для евреевского народа, человек у которого есть судебный процесс, если он должен быть в суд, с Гоем пусть в эти дни он с ним не судится. А отложит суд на день после 10 АВ. С Рошходиша, уже уменьшаем бизнес, связанный с радостью. То есть, если нужно купить что-то для свадьбы, для жениха и невесты, мебель, ювелирные украшения и так далее, все это нужно постараться сделать до Рошходиша. Но тот, кто занимается ювелирными узделиями, это бизнес, у него ювелир. Он имеет право продолжать покупать и продавать с другими бизнесменами. Но если он покупает для себя или для, как мы сказали, праздничных или новообразных, тогда нужно сделать это до Рошходиша. В любом случае, он не связан с радостью, но он не связан с тем, что он относится к жениху и невесты. Несмотря на то, что нужно было устражить закон и не сделать этого, закон не устражает, можно человеку покупать и продавать все, что ему надо. И ему говорит Аллаха, В любом случае, он может быть это дамо, чтобы принять конечные unlimited деньги, потому что у него нетJ탁 и в мире, он может быть это дамой, чтобы кладить банки в интернете. Но если человек с мебель, он имеет право, чтобы купить свой мебель, если ему нужно, если пить дом, как он не Bush. Если нужно купить его и машина, он имеет право купить. Поэтому, как делается, это все, что связано, не fuer 아주 опасно. В любом случае, на праздничном или нахождение, Но несмотря на то, что можно купить мебель, можно купить машину, желательно в эти дни их домой не привозить. То есть есть хорошая ситуация, когда он может купить, сэкономить деньги, купить плюс купить, но привезет их, принесет их домой уже после 9-го ама, потому что человек все равно радуется, новые мебели, новые машины и так далее. В эти дни также нельзя строить то, что связано с радостью. Например, человек строит дом для жениха и невесты, так как это связано с радостью. В эти 9 дней это строительство прекращается. И то же самое относится к человеку, который строит дом для себя, но он строит его не для того, чтобы там жить, а он расширяет. Он хочет там жить, но он расширяет. Там, где он живет, украшает это, это срочно делать нельзя. Но если у него маленькая квартира, даже много детей, им очень тесно, и они начали строить для того, чтобы жить более правильно и просторно, имеет право продолжать строить 20 дней. И все, что есть в Исраиле, что есть митцву, чтобы уничтожить в Исраиле, учитывая, что есть митцву в Исраиле, что есть митцву в Исраиле. Это митцву в Исраиле. В первом случае, есть опасение, что срочно разрушится, если он потеряет деньги и так далее, иметь право строить даже в Исреиле. Исраиле. Исраиле. Все, что мы сказали, что нельзя делать для жениха и невесты, это, если жених и невеста, уже они женятся во второй раз, они уже митцву плодиться и размножаться исполнили, для них есть эти ограничения. Но парень, девушка, который только женится в первый раз, и свадьба сразу после 9 августа, и есть опасение, что то, что им нужно купить подорожает, то можно им покупать то, что необходимо даже в эти 9 дней. Исраиле. 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 Что здесь нужно делать для себя дома? Любой человек хочет сделать ремонт, в эти дни ремонт делать нельзя, просто красить, белить, украшать дом нельзя, нужно это оставить после 9 августа. Единственное исключение – это если нужно сделать такие украсительные работы в синагоге, так как это для митцвы, то это можно делать даже в течение этих 9 дней. Человек, который взял работу, и у него уже в конце нужно заканчивать, и если он не будет закрасить и пилить в эти дни, он потеряет зарплату для своих рабочих и так далее, он имеет право делать это даже в эти дни, при условии, что он не поступил обманом, что он не начал до рожьего дня, он мог сделать это до или после, но он все так подстроил, чтобы как будто невозможно ему не делать это в эти дни, тогда это будет ему делать за причину. И если он не хочет, если он не хочет, если он не хочет, что он не хочет, чтобы он не..! сахар ар-ямим элу то в шаосе кен виса ем это малахто ахарт шабая у гоя нет проблем берите красит для гоя но гордалаха все-таки если он может поговорить с хозяином дома с хозяином стройки и за небольшую потерю может отложить этот после 9 авгу пусть переложит это после 9 авгудаш гадраха мута лим нод маки а хорош ходишь а в афилу беум-то шабе-ав атсмо ешла кель базе в адрабам и ясея митва мияд в лои тхеота лахар мекену или есть базе митва длина сакана человек построил допустим балкон хочет на балкон есть митва поставить забор или на втором этаже или у него крыша где ходят люди имеет право и должен поставить этот забор чем раньше тем лучше потому что есть опасность что кто-то оттуда упадет и даже в день 9 авгу можно поставить этот забор на место ассур литфор великзор бегадим хадошим ирош ходишь а вы а тиша беав ещеносто лизгор бегадим хадошим беум-эллу и сеносто лясо дна аллаем-хадошот беум-эллу ещеносто ликконот бегадим, кадешим он аллаем хадошот беум-элл а валмута литакен бегет он В этом 9 дней человек не имеет права покупать или шить новую одежду или обувь форманную или если где-то нужно что-то залатать имеет право, но новые вещи нужно постараться купить до расходащихся. Но если не успевать купить одежду для женщины и невесты, можно для них расшириться даже в эти дни. Человек, который очень бедный и ему нужно работать, имеет право он шить новую одежду в эти дни для своей парносы. Networks поднимаются с двух неделью на еще раз в месяц. В каждом месте, что вы можете выделить двух недель из жизни или гуми. И то, чтобы выделить этот недель в месяц, в порядке до еще под 9, чтобы он не будет теплено. Значит, я давал вам обращаться на самых крупных недель, чтобы мы не знали. И туфли тоже мы не покупаем новые, несмотря на то, что на туфли мы шеихиану не говорим. Но мы должны помнить, что 9 августа нельзя одевать кожную обувь. Поэтому у человека должна быть тряпочная резиновая обувь на 9 августа и на Йом-Кипур. Человек, который не успел это купить до расходащего, имеет право купить это и до расходащего. И желательно, чтобы он эту новую обувь одел до 9 августа, чтобы на 9 августа не пришел в новые обуви. Пусть поносит несколько дней до 9 августа, и потом, если это 9 августа будет все же как пост, оденет их потом. Есть еще парахот, давайте закончим. «Во есть умерим, шим Йом-Рош-Ходж-Ав, асур-гил-бош-бгадим-хадашот, он алаем-хадашот, мина-дин». «Во августа, беш-эл-у-бир-кат-шехьяну», «во есть умерим, ше-эн-ле-эй-сор-базэ, мина-дин, ээлэ-бэ-шаво-шэ-хал-буд-шэ-бэ-ав». Есть спор среди мудцов, когда по закону запрещено одевать новую одежду или обувь, есть, которые говорят «с Рош-Ходж-Ав», есть, которые говорят именно с той недели, на которой выпадает 9 августа. «Поэтому, желательно, это обувь, адаць, ага, сейчас можно, до зевятам амордо покупать, до Рош-Ходж-Ав, до Рош-Ходж-Ав, извиняйс, до Рош-Ходж-Ав, нужно подразделяться за сделки свих-паку, « inan Продолжение следует... Если он потеряет много денег, если не даст своим рабочим работать, имеет право продолжать работать на своем заводе, но желательно делать это скрыто, то есть закрыть двери, закрыть окна, работать внутри. Если рабочие у него не евреи, нет проблем, чтобы они продолжали работать. Все другие профессии, как плотники и все остальные, несмотря на то, что они делают новые изделия, имеют право это даже после расхода. Аминь.